мое почтение я александр михельсон и сегодня в небольшом предварительном лайф обзоре второе поколение volkswagen tiguan который буквально только что доехал до дилерских центров автомобиль этот кроссовер вернее самый популярный в линейке концерна volkswagen продается в 170 странах мира и у меня есть информация по 2015 году так вот в 15 году он стал третьим по популярности в своем классе в первом же поколении огромное достижение впереди только toyota rav4 и honda c rv в общем сегодня будем смотреть как этот автомобиль выглядит что у него в салоне скажу обзор на скажу про цены ну а все остальное и в основном ходовые качества конечно это уже в тест-драйве даже беглого взгляда достаточно чтобы понять автомобиль возмужал смотрится он теперь намного серьезнее за счет вот этой подчеркнутой угловатости как ни крути но первое поколение было женским угодником любимцам женщин а вот здесь сделано все возможное чтобы и мужчина за рулем второго поколения tiguan смотрелся совершенно уместно и логично мне кажется это получилось как и раньше tiguan будет предлагаться в двух версиях такой городской цивильной и псевдо внедорожной sport and style и track and field у одного из них низкий опущенный вот здесь бампер внизу а у второго бампер скошенный в общем все как на первом поколении но комплектации стало больше цветов стало больше оборудование в салоне вариантов оборудования в салоне стало намного больше ну одно уже то что вместо обычной аналоговой панели здесь можно в максимальных комплектациях поставить полностью цифровую панель вызывает уважение в нашем случае на лайф обзоре максимальная комплектация highline на 18 дисках даже улетя смотрите как в премиум сегменте прикрыли болты с тем самым монитором вместо аналоговых приборов и даже вверху с огромной панорамной крышей приятные все это мелочи но цена автомобиля в такой комплектации уже более двух миллионов сзади тоже новая корпоративная стилистика довольно резкие грани и мне кажется именно на тигуане вот этот новый дизайнерский стиль volkswagen дошел до своего логического завершения вот здесь уже каких-то очевидно спорных деталей для меня например нет теперь откроем багажник посмотрим как это выглядит все внутри открывается он с помощью нажатия кнопочки с брелка и закрывается кстати тоже с помощью нажатия кнопки вот в этом месте багажник стал больше чем в предыдущем поколении но тем не менее лидером в сегменте по размеру багажника остается toyota rav4 зато в багажнике появились интересные мелочи которые никогда в моделях volkswagen ну по крайней мере активно не присутствовали это наверное уклон уже в сторону вот этого практицизма родственной компании skoda родственные по концерну volkswagen а именно здесь появился фонарик вот таким образом он выглядит маленький в общем ровно также как у моделей skoda правда в skoda эти фонарики ставят давно а вот volkswagen это наверное первый в котором в багажнике спрятан фонарик который можно который можно включить походить вокруг машины побродить по лесу я нибудь ночью если вам это актуально а потом просто его воткнуть на место решение я должен признать довольно удобное в российской версии вот здесь полноценное колесо но на металлическом диске и вот еще одна приятная мелочи задавливаешь чуть-чуть вот этот полик и он на специальных на специальных зажимов встает и спокойно можно заниматься багажником потом с усилием задавливаешь его и полик закрывается вроде тоже мелочь но приятно еще одно новшество с которым правда я не могу разобраться теперь багажник тигуана можно также как например на ford kuga закрывать с помощью маха ногой вот здесь внизу под бампером но здесь есть кнопочка авто и есть просто кнопочка вот на которую я уже нажимал и почему-то у меня не получается вот он чего-то пищит что-то мне пытается сказать возможно в автомате я слишком близко стою и он видит какое-то препятствие по давайте вот отойду попробую и и багажник все равно не закрывается нажал на кнопку опять он пищит в общем с этим видим а нет вот начал закрываться но судя по всему с махами ногой буду разбираться уже по ходу тест-драйва полноценного ходового ну вот еще раз попробую нет ничего у меня не получается не знаю где еще нужно там махнуть не получается оставляем этот вопрос до тест-драйва пошли в салон в салоне тоже совершенно новый дизайн который мы видели уже например на последнем поколении volkswagen passat на бизнес-седане но там не этот дизайн честно не понравился мне он там показался ну слишком простым для такого уровня автомобиля здесь же этот дизайн ну во-первых он доведет он не копия пассатовского и здесь мне кажется он намного логичнее здесь вот полное повторение стилистики автомобиля снаружи то есть экстерьера здесь все строго серьезно я бы даже так сказал чуть серьезнее чем в действительности есть автомобиль повторюсь еще раз теперь мужчина за рулем tiguan будет смотреться совершенно логично и самое главное внутри автомобиля он себя будет ощущать тоже логично в этой комплектации большой монитор на центральной консоли тот самый большой монитор красивый современный вместо аналоговых приборов и куча всяческих кнопочек если честно сначала когда все это включается немножко даже разбегаются глаза здесь и управление говорит что нужно заправить автомобиль здесь управление мультимедиа и все это дублируется вот здесь здесь есть навигация и управление голосом в общем сделано все чтобы аппарат соответствовал духу времени 21 век и второе поколение тигуана очевидно соответствует здесь есть например привязка как android телефонов так и телефонов apple здесь есть двухзонный климат-контроль в максимальных комплектациях кроме вот этих всех прелестей еще и даже подсветка на порогах в общем сделано совершенно все не то что перевести тигуана в другой класс в премиальный класс для этого есть audi и в volkswagen делать такого не будут но тем не менее чтобы этот автомобиль ну как минимум смотрелся на фоне конкурентов серьезных конкурентов все того же toyota rav4 или honda сервис ну ничуть не хуже а иногда даже лучше в этом live обзоре коль уж я начал говорить о своих каких-то субъективных впечатлениях скажу что очень здорово сконфигурированы кресла но для людей не пол если вы ну скажем так объемный товарищ то бака вам точно будет давить по крайней мере в такой комплектации вот с такими сиденьями да я думаю и пятая точка не совсем удобно будет вмещаться вот в такое кресло но если вы человек стройный и спортивный то в общем вам будет здесь действительно удобно в плане эргономики ну тоже я думаю здесь все великолепно хотя нужно прокатиться безусловно руль регулируется вверх вниз довольно больших диапазонах то по-настоящему качество эргономики проявляется когда ты на автомобиле какое-то время уже поездил первые впечатления безусловно хорошие показатель того что автомобиль пытаются повысить в статусе например закрывающиеся специальными шторками подстаканники они здесь есть между сиденьями их два причем они сделаны интересно они сделаны по диагонали и они закрываются специальной шторкой в последнее время на большинстве автомобилей вот на такие вещи уже не заморачиваются какими бы огромными не были подстаканники они делаются вот просто по центру по центру всего чтобы было максимально удобно здесь нет здесь они находятся в удобном месте но сделано так чтобы это можно было безобразие в любой момент аккуратно скрыть что ж на этом я прощаюсь с вами смотрите мои тест-драйвы лайф обзоры на сайте michelson tv на канале в ютюбе подписывайтесь всяческие розыгрыши да и вообще много видео выходит и если вы интересуетесь автомобилями то я думаю найдете там точно довольно много интересного для себя также традиционно буду вам благодарен за всяческие лайки и плюсики которые видео продвигают но ставьте их только тогда когда программа вам действительно понравилось или было полезно но в заключении я покажу вам все-таки ключи как выглядят на новом тигуане они довольно простые вот здесь в премиум решили не уходить они мало отличаются от тех что мы видели на предыдущем поколении правда здесь появился вот такой симпатичный блестящий логотипчик на этом все самое ближайшее время тест-драйв volkswagen tiguan ну а на сайте michelson tv на канале в ютюбе кстати из свежих из крайних тест-драйвов это вариаторный captur программа уже опубликована так что если интересуетесь кроссоверами можете ее уже смотреть но и традиционно я вам желаю удачи на дорогах счастливы